Эфир УТС продолжает выпуск спортивных новостей в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Пловцы-подводники открыли соревновательный год в бассейне «Нептун», где состоялся Кубок Новосибирской области. На старт турнира за два дня вышли 220 атлетов, в том числе представители из соседних регионов. Соревновались спортсмены в 32 различных дисциплинах и дистанциях. Среди участников своими титулами выделялись лидеры не только сибирского, но и мирового плавания. Алексей Казанцев, братья Лапшины, Андрей Хайрулин, а также Мария Патласова и Лидия Стадник. Именно между девушками развернулась самая жаркая конкуренция на дорожках. На стометровке в ластах Патласова опередила соперницу меньше, чем на секунду, завоевав золото. А реванш состоялся в заплыве на полтинник. Здесь победу праздновала уже Лидия Стадник с преимуществом всего в 21 сотую секунды. В мужском зачете неожиданно мощно выступил 16-летний Егор Дарбинян. Юниор в борьбе с более опытными пловцами сумел завоевать два золота и одну бронзу. Отдельно стоит отметить соревнования по апное, плаванию, по задержке дыхания. Молодое направление совсем недавно вошло в программу Кубка Новосибирской области. И в этом розыгрыше было представлено уже тремя дисциплинами. К новостям баскетбола. Динамо поднялось на пятую строчку турнирной таблицы женской премьер-лиги. Девушки на выезде обыграли одноклубницы из Москвы. Вторую четверть сибирячки выиграли с двузначным счетом. А перед последним периодом команда разделяла 21 очко. Итоговый счет 78-60. Близки к победе динамовки были и в Оренбурге, где встречались с надеждой. Динамо ударно начало мать, сделав рывок и набрав 11 безответных очков подряд. От такого удара надежда отправилась далеко не сразу. В первой четверти хозяйки площадки смогли сократить разрыв до 4 очков. Однако к середине второго периода отставание вновь стало двузначным. 33-23 в пользу Динамо. На вторую половину матча запало и силу Динамова к ней хватило. Соперницы быстро отыграли разницу, а потом также легко наращивали свое преимущество. Которая вылилась в уверенную по счету победу надежды 77-63. Следующую игру Динамо проведет дома 27 января против лидера чемпионата УГМК. После в турнире будет почти двухнедельный перерыв на матчи национальной сборной. Кстати, в команду вновь вызвана Марина Голдарева. Девушка уже принимала участие в отборочных матчах к Евробаскету, Боснии и Герцеговине. Надеемся, сыграет она и в Оренбурге, где пройдет третий этап квалификации. 4 февраля россиянки сыграют спротив Эстонии, а 6-го с командой Швейцарии. В случае победы в обоих матчах наши девушки автоматически выйдут в финальную часть турнира. Очередное поражение потерпел Сипсельмаш в чемпионате страны по хоккею с мячом. На домашнем льду новосибирцы уступили Енисею, пропустив 13 мячей. Столь крупный счет на табло уже не удивляют болельщиков Сипсельмаша. В ноябре новосибирцы и вовсе пропустили на выезде от Енисея 19 мячей. Тогда у команды из-за коронавируса отсутствовала часть игроков. Накануне Сипсельмаш играл в полном составе, но борьбы снова не получилось. Все решено было в первом тайме, в котором красноярцы смогли огорчить в соперника 8 раз. Новосибирцы ответили лишь голом Кирилла Кузьмина, который смог распечатать ворота первым же ударом в створ. После перерыва Сипсельмаш стал играть чуть увереннее. Хозяева подали четыре угловых. Четыре раза больше, чем за весь первый тайм, и один из них превратили в гол. В концовке матча команды перестали обращать внимание на оборону и устроили настоящую перестрелку, забив каждое по два мяча. Итоговый счет 5-13. В этой домашней серии, которая насчитывает уже семь матчей, Сипсельмаш смог одержать только одну победу над стартом. Команда находится в подвале турнирной таблицы и является самой пропускающей в лиге. За 16 матчей в воротах новосибирцев побывало 130 мячей. Любители единоборств в ближайшую субботу, 23 января, могут поболеть за новосибирского бойца Вячеслава Бабкина, который выйдет на главный бой вечера турнира ММА серия 24 в Уфе. Сибиряк получил назначение на поединок в первые дни нового года, спустя всего недели после дебюта в серии. Подготовку к турниру Вячеслав провел дома, на базе клуба «Шторм», где работал с одноклубниками и бойцами лиги ACA. Соперником Бабкина в поединке станет Хамзат Чапанов, представитель школы греплинга. Несмотря на небольшой рекорд 4-1, все свои победы Чапанов одержал досрочно. Так что его бой с Вячеславом должен получиться ярким и бескомпромиссным. Об итогах боя мы обязательно расскажем в следующих выпусках спорт-обзора. А на сегодня все. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok